Йоу, пацаны, вы начинающий рэпер, но вы не можете сами писать биты, а использовать фришные биты достало? Тогда заходи на страницу такого битмейкера, как Гекс. Качественные биты по дешевым ценам. Переходи по ссылке в описании. Вау! Как тут красиво, где мы сидим. Здравствуйте, друзья. Так, что началось, что-нибудь? Звука нет. Ага, блять. Мы же не видос смотрим. Я думаю, что мы уже это расследуем на этом сэр. Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. К нам присоединяются люди. Кингсты лох, ебистый в рот. Это моя цитата. Йоу, привет, Эдик. Где ты? Я в саде Бенуа. Сижу на лавочке, пью пивас. Со своей подругой Мариной. Мы отдыхаем. Здорово, Рыжик. Привет. Передай Роме слеса. Нет, не передам. О, пишет Шишман Рыкс. Пивасик. Да, кингсты лучший. Привет, брат. Спасибо, что сказал, что я лучший. Как там, я смотрел заявки? О, заявки. Да, я смотрел заявку с Куруджа только что. Это супер. Нет, я не смотрел заявки. Но я смотрел чуть. Сколько мы смотрели заявок? Я смотрел. Штук 50, может 60, может даже 80. Я не знаю. Немного. Очень мало. Очень много заявок. Штук 60, почти. Ну да. И из тех, которые я смотрел, которые мне пришли, там была из 60 только одна средняя. Ну вот этот чел. Не будем спойлерить. Но, скорее всего, он даже не пройдет. Я так думаю. Вот. Но Марина считает, да, значит. А в принципе, я видел в интернете, просто на ютубе мне в рекомендации попадали заявки. Я видел несколько. Ну, короче, я видел точно три. издатых, которые я бы хотел взять. Так. Шум. Привет. Как там? Бишкеки и Ские. Есть? Или казахи? Ну, слушай, были там какие-то азиаты? Ну, я в принципе не разбирался, кто из них кто. Но нормальных не было, короче. Вот. Покажи Марину. Че игноришь? Я узбек. Когда батл с Аксиморюмом? Аксиморюмом. Бля, батл с Аксиморюмом в воскресенье, 27 числа. В клубе Варп в 6.00 приходите. Я забатлю там жестко, Оксимироны. У нас будет батл не на жизнь, а на смерть. Че в СПБ на пати будет? Ой, там будет охуенно. Там будут супертреки, там будут супервыступления, суперчевопов. Там будут новинки. Да, там будут новые треки. Если кто-то хочет услышать новые треки, которые еще даже не записаны, а просто пизда-то отрепетированы, приходите. Реально приходите. Так, когда будет отбор заявок на 140? В смысле, он же сейчас в данный момент происходит. В Москве сколько будет движуха? Так написано же в 7.00. Эдик, привет. Передай Эдику привет, пожалуйста. Эдик, привет. Когда на райончике будешь? Я уже на райончике. Чуваки, я на жестком райончике. Я отвисаю очень круто. В Петербурге. Супер район. Ты тихо, Марин, спрячься. Марина спряталась. Вот тут мы живем, прям вот здесь вот. Вот, вот это наша хатка, вот парадная. Мы живем, ну, типа, это дюплекс. Мы на двоих мутим там с другой богатой семьей. Не такой богатой, как мы. Просто среди богатых. Да, вот эта часть здания из Даты, это наша. А вот здесь, ну, тут живут наши слуги. Там живет мой личный повар. Короче, еще этот, как его, дворецкий. Обязательно уборщица-шлюшка. И еще, короче... Уборщица-дефис-шлюшка. Просто шлюшка. Как можно и через дефис. И еще там живет этот, мой личный барбер, который каждый день мне с утра подобревает виски, чтобы у меня всегда было, типа, как у лысого. Но сейчас он в отпуске. Поэтому у меня не очень-то и виски, в принципе, лысые. Вот такие вот дела, друзья. Так мы и тусуемся. Мы приехали с славного города Томска из Сибири сегодня. Вот. И там очень холодно. А в Петербурге очень тепло, и мы кайфуем. Что такое сквиш? Я знаю, что такое сквонч. Сквонч. А сквиш я, чувак, не знаю. А сквош? Знаешь, что такое сквош? Это игра какая-то? И что она делает? Ну, там типа, твочелика играет у стены мечом, как с теннисными рюкетками. Только они типа... Подожди, это же по-другому. Они интересетку кидают, типа... Другую овсеку. Подожди, это как-то по-другому называется. Мы играли в этом. Мне казалось, что сквош. По-моему, мы играли, это называлось как-то 11, там, или что-то такое. Да, в смысле... А в конце кто-то проиграл, там, о, с ноги пробивали. Ну, точнее, не с ноги, а с ноги пинали мяч, и он пролетал в жопу. Так это же мяч, а тут теннисная ракетка играет с мячиком. Это сквош, понял? И потом типа в жопу, о, чуваку, кидают теннисный мячик. Ну, типа, в чем суть игры? Должен же быть какой-то азарт. На что играют, чуваки? Ну, их нужно отбивать. И типа у них сторона. И типа кто не отобьет, подачу другого, которого сильно отобьется. Знаешь, что такое снич, чувак, спросил? Я знаю, чувак, я ловец снича. Не говоря, их савил заявку, да, Вил? Гной на МСССР сейчас публикует хуйню, где он какие-то сквиши закладывает. А, я Вил в свитере. Блин, я не в теме, чуваки. Кто из гостей будет в СПБ на пати? Скажи, пожалуйста. Ну, там будут гости, разные люди, зрители. В смысле, из гостей. Из артистов. Из артистов. Так, а я не говорил, там же было все сказано. Я же сказал, Оксимирон, Томас Мраз, Лакимин. Мэй Вейвас. Кто это? Ну, это чувак какой-то. И он тоже? Он на Букин машин. Я видел, типа, Мэй Вейвас название. Я как молодой Плэй Блэк. А Флэш будет? И Флэш будет. Или Лизер? А, Лизер будет. Лучший лизер. Можешь, примерно, сказать дату проведения отборов, а то планирую летом на недельку с бою прилететь? А, ну, скорее всего, в этом. В начале июля, я думаю, по моим расчетам. В начале июля должны сделать тусовку. Скоро анонсируем, я думаю, даже. Отсмотрим только все заявки. И надо выбрать самые лучшие. Так, как заявка Кондрашова? Насчет заявок я буду говорить потом, чувачки. Типа, когда мы посмотрим все заявки, проведем стрим на канале 40 BPM, где вы еще можете задонатить. Вот, короче, проведем стрим на канале, и там будет, типа, я буду высказываться и про тех, кто прошел, и думаю про там всякие там яркие заявки чуваков, которые не прошли, я тоже буду высказываться. Вот, а сейчас не хочу ни про кого высказываться. Вот, просто могу сказать, смотрел или нет. Вот Кондрашова смотрел. Как тебе Антон Забе? Антон Забе суперклассный чувак. У тебя когда альбом... У тебя когда альбом у меня, чуваки, у меня будет бомба, но я не знаю, я не хочу сроков давать. Если кому-то интересно, реально, я пишу релиз. Я в данный момент сочиняю... Ну, не прямо сейчас, но вот в данный период жизни сочиняю треки для супер-бомбы, которую я хочу предоставить попозже. Я... Я скину бомбу, и она упадет. Вот, такая тема. Я просто, ну, не хочу торопиться и называть каких-то сроков себя в рамки вводить. Я просто, ну, буду стараться побыстрее, конечно, это сделать, но хочется сделать реально, типа, качественно, что было круто. Вот. Я надеюсь, что, может, летом, может, осенью. Ну, хотелось бы, конечно, быстрее. Летом скорее. Но не точно. Я могу прокрастинировать. Так, как тебе Антон Бабаев? Блять, Антон Бабаев... Если, типа, на одну чашу весов поставить Антона за Б, а на другую Антона Бабаева, то где Антон Бабаев, там просто эта хуйня реально на пол упадет. Конечно же, Антон Бабаев просто супер-пушка. Антон... Антон Бабаев. Блять, Антон Бабаев, это же наш любимый чел. Эдик, ну что делать будем с голубями? А, да... Собака мимо прошла. Короче, блять, с голубями реально, да, жестко, хуй знает, что делать. Везде с голуби. Ты же поняла, отсылку. Да. Отсылку, где уже несколько раз про голубей... Нет, типа, вот про голубей... А, я просто только сейчас увидел. Про голубей это, типа, сейчас тренд. Это реально... Вот это сейчас, типа, актуальная тема для обсуждения. Сейчас ты думаешь, что ты задал моду, как, типа, носить усы? Там спросили это? Или это ты спрашиваешь? Я говорю про тренд про голубей. И дело по ревесу сайфон. Вот смотри, Антон Бабаев пишет, значит, мы с тобой затусим. То есть он хотел написать с тобой, но у него даже, типа, сквозь это слово прорывается слово... Прорывается бро? Брат, да. Типа, с тобой затусим. Здорово, рыжий, когда баттл. Так. Ну все, понятно. Ты теряешь зрителей. Да, никто ничего не пишет. Петух мне пишет... Блядь, у меня экран разбит, я не понимаю, как звучало. Жово или Жево? Так вот, иди нахуй, Жово. Волки Ти на 140 возможен? Блядь. Хуя, вот это прям в душу вопрос. Не, волки Ти, реально, я жду возвращения волки Ти. Ты соскучился? Да. Реально, волки Ти, если ты это видишь, мы скучаем. Мия, я тут тоже причем не знаю. Смотри. А тебе надо флексить ярче, пишет на Бенабад. Бля, извини, брат, что-то я не флексил зубы. Ну, все-таки потому, что там потанцеваешь, так народу влюбаемость трансляции, то спеть, что-нибудь. Вот, Леонеро в трансляции прибавится. А, ты же не являешься Нориком. А я знаю этого чела, которого зовут Норик. Он азербайджанец. Братик, год пизди мыслу. Блядь, нет, я не буду с их убираться, он большой. Он может и въебать. Как в целом впечатление заявок? Девушка у тебя классная. Спасибо. Девочка твоя мне нравится, четкая. Да слышь, иди ты нахуй. Ну, реально, тот чел реально комплимент сделал, а я такой... Слышь, убери свои пальцы, блядь. Свои просто засаленные, нахуй, сардельки. Свои ублюдские просто вот эти хуйни, отростки. Так, у вас будут финалисты первого и второго сезона батли. Ну, че это вообще реально, вы заранее придумали пару. Вы думаете то, что реально Кукиш с Хаслом будет батлить с шумом? Что? Это я просто угораю. Это реально. А я так предлагаю, типа, сделать? Нет, просто, типа, я так пошутил, как будто Кукиш с Хаслом финалист первого и второго сезона. Так, как тебе на бенобат? Блядь, чувак. Я столько раз это уже говорил. На бенобат четкий тип. Как там панчлайн? Ой. Панчлайн еще. Да. Панчлайн обиделся на нас. Он не хочет вообще. Блядь, да. Очень грустная история про панчлайны. Мы уезжали в Томск на недельку. Там, к... Ну, на мои родные пенаты. И оставили панчлайны... Сибирские Афины. Там, сибирские Афины. И оставили панчлайны, короче, у заводчицы. Ну, типа, знаете, у человека, который заводит собак и зарабатывает на этом деньги. И оставили, кстати, за бабки. И вообще нормально это стоит. Я вообще не понимаю, почему нельзя было у знакомых оставить. Так вот. Короче, друзья. Эти, ты жаловался от твоих проблем. Все. Да. Платишься, как у тебя все. Ребята, у меня так все плохо. Короче, про что я говорил. А, вот. А там дело в том, что у этой заводчицы все собаки, которые живут, они, типа, родственники панчлайна. Ну, реально, там, мама, папа. Ну, не мама, папа, там, дядя, тетя. Короче, сестры, братья, там. И разные. Разные категории родственников присутствуют. И все они собаки. И все они же красолы. И они просто, короче, все вместе хуярились целую неделю. А мы вот его, типа, сегодня забрали. И он, вроде, даже был рад, типа, нас видеть. Но что-то мы его домой привезли. И у него такие глазки грустные-грустные. И он такой, типа, сидит. И мы такие панчлайн. Ну, чего ты, скучаешь по своим, типа, этим, друзьяшкам? И он такой, да. Такая вот хуня. Вот. А потом еще, когда ушли, закрыли его в клетке. Так он вообще там просто разверещался. Ну, Марина просто придумывала в клетке закрывать. Что он сидит? Я бы его на самом деле не закрывал. Просто Марина, понимаете, она жестокая. Я кидаю панчи там в воду. Она мне не нравится. Насилую его. У меня в 2016-м забанили засылку на ваш же батл в вашей группе. Преда сказал, что таковы правила. Каково твое мнение? Братан, так я, наверное, тебя и... Подожди. Еще раз. На ваш же батл в вашей группе. А, так это на Марин, наверное, тебя забанил. Там сказал, что он бердаст. А при чем тут бердаст? Он тоже банит же. Нет, ну он, типа, ты с ним разговаривал об этом? Короче, ну... Она же говорит, что такие... Он сказал, что такие... Чуваки, насчет этой темы... Если кого-то забанили случайно, извините. Но просто старайтесь не скидывать видосы в комменты. Можно просто... Ну, вообще, я такого точно не делал ни разу. Но я понимаю, что можно забанить случайно человека, увидеть видео, подумать. Ну, видео спам, когда дохуя видосов подряд просто скидывай там. Ой, зайдите на этот канал, посмотрите то, это. Не, сейчас понятно. Сейчас мы... Сейчас я вот, например, никого не баню в группе. Потому что... Сейчас все скидывают заявки. И, в принципе, в этом ничего такого нет в комментарии. Вот. Но там по-любому где-то между теми этими штучками есть какой-то спам. Там какие-то ссылки на группы, видосы и прочую херню. Вот. Ну, чувак, сорян. Сорян, что тебя забанили. Что, ты убиваешь биты, как бабки, свеллют на жопе? Ни хуй, кстати, холодно стало, да, уже? Я уже, у меня что-то аж шпина замерзла. Жаль, что вы феним будете. Так, может, будем? Может, нам напишут организаторы из Уфы и пригласят. Скажи, кутак. Кэт на кутак. Что это значит? А мне говорили, что на каком-то языке изи нахуй, по-моему, значит. А Гой к вам сейчас приеду? Не, брат, мы... Все съебывайте. Все, уходим. Там спрашивают, разъебав ли собака в том конкурсе. Нет. Вы недостаточно постарались. Да, ребята, это ваша вина. Вы были недостаточно активны. Вы панчлайны просто ублюдки. Не продвинули вперед, реально. Там выиграла просто какая-то херня. Во-первых, фейк был в фотке. Ну, у победителей фотки были ненастоящие. О, привет, Настя. Короче, у победителей фотки были... Там правило такое. Это конкурс на весеннего Джека. То, что нужно. Я объясню людям, потому что реально несправедливо. И вот всегда выигрывает какие-то, протаскивает, короче. Какая-то фигня такая происходит в таких конкурсах. Только на 140 ппм побеждает лучше. Все по-честному. Вот. Так вот, конкурс заключался в том, чтобы сфотить собаку на фоне весны. И сказали, если это будет не весна, то будут удалять. То есть, если там... Ну, короче, явно не весна, то будут удалять. И люди просто сфотовали. Короче, там было видно, что фотографии... Сфотографии прошлогодние, потому что там были цветы, знаете, уже... Ну, прям лето, короче. Там уже ромашки распущенные были. И прочая хуйня. Я вот просто ромашек еще пока нигде не видел. Вот. И... Это ты сейчас так... В плане... Подходишь и оправдываешься. Вдруг они живут в Сочи. Так подожди, это же питерская группа. Нет, там со всей страны участвуют джеки. Да по-любому это фейк. Потому что там были реально пиздатые модельные фотки. Там заказали фотосессию. Они не могли заказать фотосессию, типа, специально к этому конкурсу. Они просто такие... Оу, есть такая фотка, типа, ну хули, там трава зеленая. Все, типа, не догадаются тупые организаторы этой тупой группы. Я, кстати, между прочим, из этой группы-то сразу выписался. Я еще когда выписывался, смотрю, там, Дима Чираков, там, еще кто-то. Ну, типа, у меня дофига друзей там сидит. Я думаю, а я вот выйду, потому что вот мы не выиграли там. А они что разыгрывали? Костюм для собаки. Курточку для. Эдик, скоро я запишу заявку и вашему капу пизда. Пока. Пока. Покедова. Почему вы маленький? Дрочи задроченную чечню. Что? Это я прочитал. Чуваки, я прочитал это. Кто-то, 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 кто-то там вшел кого-то. Можно бы быть спокойно из Течнии только что-то в этом тело. Да. Сейчас просто он теракцию решит. Все, ребят, надо закругляться в трассе. Да блин, чувак, нет, Антон Бабаев, пожалуйста, не приезжай. Я хочу любить его на расстоянии. У Space Dealer вышла заявка на 140 очень топово. По-моему, что-то я видел такой Space Dealer. Что-то я видел. Лера, привет. Заявки пока стрёмные. Не надо было сразу после МРБ заявки принимать. Так. Дегенераты в чате. Чё пьёте? Да пьём пивас светлый. Светлый. Привет, Гнойнамо. Привет. Зачем Череповец? Так нас пригласили. Вы не понимаете, что ли, типа? Мы думаем, мы такие, вот, организуем тур из четырёх городов. Поймём в Череповец и в Вологду. И в Москву и в Питер. Чуваки, если это чё, приглашайте. Мы стопы добрые. Там мы с добрым вовсе. Бля, шо. Так. Ждут его альбомы с нетерпением. Там человек написал, вилла, пожрите, уже испарились. А кто такой с добрым? По-моему, это со слова «бэк ту бит». Подожди. Я знаю только... А, нет, это Валя Вальчинский. Валя Вальчинский существует. А с добрым вовсе хуже? Слушай, да, я чё-то помню, я смотрел на слово... Чуваки, те, кто со слова, реально, вы, извините, я буду смотреть предвзято. Ну, не в смысле, что я буду выискивать там хуёвые моменты у вас. А в плане, что, типа, то, что на слово «бэк ту бит» там вообще почти не было чуваков нормальных. Вот. И, типа... Короче, похуй, кто откуда. Просто сделайте пиздатую заявку и вообще похуй. Пройдут маленькие или большие. Так, одного заделал слово «маленький», другого, блядь, по сто раз повторяет, что он приедет, охуенный чат. Другой, блядь. А кто другой? Я вернулся, чтобы сказать, что я свежий. Другой ты англом, который пусть приедет. Да, он пиздатый, ты ещё и слил там на «бэк ту бит». Когда смотреть будешь? Я по чуть-чуть смотрю. Завтра буду смотреть весь день заявки, у меня план. Потому что я буду завтра смотреть заявки полдня, реально. Я хочу посмотреть большую часть заявок. Видел заявку «Корифея»? Да, тоже видел заявку «Корифея». Трейсы не бери, он хуйня. Окей, не буду брать. Как она версия, батлы подбиты? Блядь, вон он карает. У вас где-то в июле будет первый батл, да. Будешь завтра на «Висфесте», завтра «Висфест». Да, он там будет сосаться с Николаем Соболевым. И с лизером. Не, с Николаем Соболевым. И с лизером. Не, с Николаем Соболевым я разрешаю пососаться. Вы слышали, да? Какой твой трек самый любимый Оксимирона? Я ладно, шучу там, в твоем альбоме. Не знаю. Так, возьми друга Корифея Преподобного. А он подавал заявку, я просто не видел. Рыжий, салам. Салам. Возьми Кондрашова, умоляю. Блядь, прям умоляю. Че там с Кондрашовым? Алексей Кут пишет «Привет». Привет, Алексей Кут. Я вычислю твой дом и буду петь песни Баскова тебе. Блядь, дружище, не надо, пожалуйста. А ко мне, кстати, приезжали чуваки с этого... Знаете, есть официальный клуб, фан-клуб Kingsley ВКонтакте. Там чуваки замутили. Они даже приезжали у меня во двор, они знают мой дом, знают, где я живу. Вот такая тема. И я подписывал какие-то очки. Граем очки для их конкурса. Но, к сожалению, я подписал хуёво. Ну, мне так бы казалось. Потому что надо, прикинь, писать на душ и очков, типа, маркерами. Ну, ты еще там пишешь криво и так. Я пишу красиво. Нет, ты пишешь криво. Нет, я пишу криво только потому, что я... У меня мысли бегут быстрее рук, я очень умный. Блядь. Как тебе версию ППМ? Блин, круто, реально. Вот, это, кстати, тоже сам чел пишет. Тут маньяк в чате. Расскажи, как начинал. О, да, ты как обычная. Да есть видос на этом, на ютубе, там у Kingsley. А, я недавно смотрел, я смотрел недавно видос. Наконец-то есть видос Эдди Кингста до того, как стал известен. Но, по-моему, он очень тупой. Вообще не хвоя. Я вам этого не покажу. Короче, видос там был. Ну, там вообще чел почти ничего не отрыл про мою биографию. Он отрыл просто то, что с баттлов. А, это на Акинаторе было, кстати. Помнишь, такая же штука был написан. Че? У тебя же на Акинаторе можно угадать. А, ну да. Но там вообще много кого с баттлов можно угадать. И там типа такая же информация, что у него было перечислено. А, да. Короче, он просто прочитал то, что уже было где-то. И сделал видос. Это халтура была. Чувак, ты не разнюхал. Ты ничего не знаешь про сайт ДРД. Это нихуя. Ты не знаешь эту хуйню. Ты меня не знаешь. Стэдди, будет еще судить? Ну, не знаю, почему бы и нет. Стэдди бы за баттл, наконец-то. Уже было бы круто. Эдди, гений, как тебе разъеба Оксимирона сто процентов? Типа, они про клип или про то, как Гнойн разъебал сто процентов на Оксимирона? Ой, а мы недавно пересматривали баттл Оксимирона и Гнойнова. Ну, там реально Оксимирона растоптали. А в плане клипа сто процентов хуй знает. Типа. Мне не очень понравилось. Че за клип сто процентов? Ну, Сектор, Шум, он записали диск на Симирон. Ну, такое себе. Типа, ну, просто это видно было. Типа, радио горы бы сочинили. К этому серьезно и не надо относиться. Вот. Ну, в целом, так себе. Так, у Стэдди с баттлом не зашлось. Так. Ну, там, нет, да просто типа, у Стэдди забаттлит когда-нибудь. Не стыкуется просто, или че-то. Что за видео было с ограниченным доступом на канале? Не знаю, слушай, там много этих видосов. О, мне пишет моя тетя Лиля. Смотри, у меня уже тут все родственники сидят. Приятного, Эдуард. Здрасте. Спасибо. Так, а Гнойная тебя разъявит? А, разберет. Ну да. Уже было даже че-то такое. Так, прими стрим, сейчас забаттлю тебя. Все еще лучше, чем Молдаван. Здравствуйте, Эдуард. Панчлайн лучший. Блин, панчлайн. Вы знаете панчлайна, да? В наших трансляциях просто панчлайн. Да, вы знаете панчлайн. Нифига, у меня уже, нифига у меня, пока я веду трансляцию, у меня просто больше 10% разрядилось. Стрим будет прямо 31 числа. Нет, чуваки, он будет, я думаю, где-нибудь в начале июня. Там, между концертами выделю время. Вот, и это, посмотрю все заявки, и обязательно проведу стрим, потому что я очень хочу поскорее уже, блядь, сделать эти тусы, уже сделать баттл, уже все это выложить, чтобы все это закрутилось, чтобы все началось снова, потому что в финал уже провели январе, и какой-то перерывчик-то большой сделали достаточно. Вот, можно было и поменьше его сделать. Но зато отдохнули, реально. Скажи привет, Баку, привет, Баку. Успехов тебе во всем. Ребят, спасибо. Ты будешь просматривать с ветеранами? Блин, ну вообще, я думал, да, что типа... Ну, ветераны, типа, не имеют в виду ветеранов. Я думал, что ветераны, это там, Дэн Чай, они их не могут иметь в виду. А, вообще, я думал, да, трансляцию, типа, провести с чуваками. Ну, поехать Диме Лунову в гости и там с ним посидеть. И чтобы мы посмотрели все заявки, точнее, мы посмотрели заявки, которые мы отберем. Вот, я буду отбирать, и я буду советоваться со всякими чуваками. Так что, такая вот тема. Знаешь, Димана Винокурова? Нет, не знаю. Ты в Томске? Нет, я не в Томске. Я не в Томске. Как тебе заявка лаванды? Заебись, блядь, я говорил, что не буду рассказывать про заявку, которую я видел, но заявка лаванды точно мне очень понравилась. Ряда, что клёво. Эдик, покажи Наташу. Типа, это, знаешь, как будто он меня просит сценку сделать. Типа, давай, сыграй Наташу. Типа, привет, ребята, я Наташа. Кто будет ебать меня под хвостик? Так, знаешь, побоим Антона. Чувак, ты чё, по кругу пошёл, у тебя чё, бот, реально. Всё это время ты был ботом, да, и они, типа, слепили из него человека, и он ходил на тузы в футболке, это юлики. Бот, ты смотри, человек. Да, и он такой, типа, он как бы чел, но ты чё-то понимаешь, что с ним чё-то не так. И ты думаешь, ну ладно, просто, ну чё, а он, оказывается, бот. И ты такой, блядь, точно, всё это время он был ботом. Так, хай, бро, каковы сроки сдачи заявок? Блин, чувак. Нет, посмотри в группу. Да, кстати, реально, вот насчёт, если у кого-то есть какие-то вопросы, чуваки, зайдите в группу ВКонтакте, зайдите на наш канал, посмотрите видео. Видео, во-первых, где я всех призываю сдать заявки, во-вторых, посмотрите стрим, где я отвечаю на вопросы по поводу заявок. Там на стриме все ответы на вопросы в закреплённом сообщении, там чувак какой-то расписал, респект ему, а я закрепил, типа, то, что там всё по этим. Ну, короче, время каждого вопроса там отмечено. Реально так с девкой учили? Да, всё, даже всякую тупухую херню. Как мы школе угораем. Да, как мы угораем и всякие там темы. Вот, и под описанием, короче, посмотрите видео, где я просто вот там говорю, вот, всё, фигня, мы объявляем. И там ссылки под ним, то, что на сайт, где сдать заявку, там все минуса. Потому что, знаете, вот до сих пор иногда пишут чуваки вот это, когда конец заявок. Зайдите в группу и прочитайте, чуваки. Кто-то сегодня написал или вчера. Чувак, привет. Слушай, а как сдать заявку там, типа, короче? Под какой бит писать? Ты сказал, бит есть, а вот я что-то не нашёл. Ну, как ты не нашёл? Ну, реально, как ты не нашёл? Там же на сайте всё есть. Вот, плюс, короче, это... Ой, что ещё спрашивают? А, я уже отвечал сто раз по поводу там, если заявка длиннее на пять секунд. Да нет, конечно, не занимайтесь маразмом. Ясен хуй, если заявка не ровно шестьдесят секунд, я её не приму. Шутка. Конечно, типа, похуй, пусть она будет длиться, там, пятьдесят секунд, там, сто двадцать секунд. Я имею в виду, не надо меня перегружать рэпом, чтобы я... Достаточно вообще двадцать секунд посмотреть вашего речитатива, чтобы я всё понял. Вот. Такие дела. Спасибо за инфу, просто сейчас под рукой нет доступа к этой инфизии, не успокоится. Чувак, ты же сидишь в интернете и смотришь эту фигню. Смысла у тебя под рукой нет. Выключу это и посмотри, там всё есть, там есть биты, там есть всякие дни. Вступай в антихайп. Всё, я вступаю в антихайп. Я придумал панчлайн, это очень грубый, короче, панчлайн. Не, ну круто, типа, реально, я придумал прям охуенный панчлайн. Типа, я, короче, типа, я вступил ногой в говно, так я вступил в антихайп. Я только что хотел сказать, и я стеснялась им посказать, потому что ты подумал, что это некрасиво. А, ну да, это я, ну это просто панчлайн. Так, я член, пишет в чел. Никто не видит. Как сам. Йоу, звук отстаёт. Ладно, пацаны, у меня, короче, телефон разряжается. Это была просто спонтанная трансляция, это была трансляция без повода. Это был я и Мариночка. Всем спасибо. Спасибо, вы были лучшими. Я все, ну все, короче, ребят, все, всем пока. Я вас всех люблю, целую.